Привет, студент! Настала пора узнать последние новости. И теперь тебе есть, что рассказать друзьям, потому что креативная команда Универ Ньюз уже приготовила кое-что интересное. С тобой, Аделя Мухамедшина, сегодня в выпуске. Как покорить мировую научную арену? Ответ знает компания Рикен. ЮНЕСКО подвели итоги. Казанская декларация готовится начать работу. Будьте здоровы! Прикрепиться к университетской поликлинике стало проще. До недавнего времени сотрудничество КФУ с Рикен охватывало в основном физику. Однако буквально несколько месяцев ученые переключились на важные медицинские исследования. Каковы первые результаты? Ответ кроется в нашем следующем сюжете. Уже несколько месяцев после подписания договора о стратегическом партнерстве с Национальным научно-исследовательским институтом Рикен, университетская клиника Казани, покладая рук, трудится над новыми совместными исследованиями. Убедиться в этом представители компании Рикен смогли лично, посетив клинику Казанского федерального. Гости университета изучили кабинеты и лаборатории, где внедряют новые методики и разработки, и обучают новые медицинские кадры. Именно там практикующие врачи применяют высокотехнологичные методы лечения. Рикен это известно не понаслышке. В течение встречи делегаты отметили эффективность совместных с КФУ-проектов. Однако перечень совместных с Японией исследований должен возрасти, в том числе за счет химии, биологии, инженерии и компьютерной техники. Казанский федеральный университет и Рикен абсолютно убеждены в том, что такие исследования будут не только способствовать развитию науки в России и Японии, но и, безусловно, принесут огромную пользу мировому сообществу. Аделя Мухаммедовична, Роман Самарин, Универньюз. Совсем недавно завершился форум сбережения человечества как императив устойчивого развития. Смотри в следующем сюжете, каким итогом пришли эксперты со всего мира. В КФУ состоялась финальная сессия международного форума сбережения человечества как императив устойчивого развития. По ее итогам, эксперты со всего мира подписали декларацию о путях сохранения и развитии гуманистических принципов, который получил название «Казанской». Напомним, что форум проходил под эгидой ЮНЕСКО и собрал деятелей науки, культуры, политики, дипломатии со всего мира для выработки единого взгляда на пути решения стоящих сегодня перед человечеством глобальных проблем. Вступило предложение сделать площадку, постоянно действующую площадку по этим вопросам на нашей территории. Для нас, я думаю, это и дань уважения тем выдающимся гуманитарным школам, которые развивались в течение столетий на площадке Казанского государственного, императорского, сегодня федерального университета. Благодаря совместной работе экспертов удастся приблизиться к решению глобальных вопросов, безопасности человечества и мирному существованию народа. Центр компетенции по реализации тезисов и деклараций будет базироваться в Казанском федеральном университете. Анастасия Иванова, Ленардо Валетяров, Универньюс. А теперь познакомимся с самыми свежими новостями Рунета в нашей традиционной рубрике «Веб-Ньюс». В Пушечном дворе Казанского Кремля председатель Госсовета РТ Фарид Мухамедшин вручил государственные награды специалистам самых разных сфер. Директору Высшей школы журналистики КФУ вручили медаль за доблестный труд. В Татарстане явка на выборы превысила 80%. В регионе подсчитано уже 97% бюллетеней. В набережных Челнах готовят олимпийских чемпионов. В клубе единоборств состоялась пресс-конференция представителей Федерации бокса города, на которой представили программу развития Федерации бокса. Президенты стендап-клуба Казани поддержали столицу Татарстана в борьбе за право оказаться на новых купюрах. Во время акции «200 Казань» юмористы сфотографировались с банкнотами-памятками и гигантским макетом Казанского Кремля. Казань вышла на четвертое место в голосовании на сайте Центрального банка Российской Федерации. Для попадания на новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей нужно занять место не ниже второго. Руководитель команды КАМАЗ-мастер Владимир Чагин вручил Рустаму Мениханову памятный кубок «Белый тигр», которым награждались победители ралли «Шелковый путь-2016». По словам Чагина, все организационные моменты на территории республики были выполнены на высшем уровне. В Татарстане госслужащие будут обязаны обнародовать свои страницы в социальных сетях и электронные адреса. Требование вступит в силу с 2017 года, рассказал глава департамента госслужбы и кадров при президенте республики Татарстан Александр Белов. Все больше удобств создает университетская клиника «Казань». Любой желающий сотрудник Казанского федерального университета может прикрепиться к клинике сам и прикрепить своих близких. О том, как это работает, расскажет Диана Янтимирова. Диана Янтимирова Заполненные заявления нужно распечатать в одном экземпляре с оборотом и предоставить в управлении кадров до 23 сентября этого года. Прикрепление к клинике «Казань» – это возможность пользоваться качественной медицинской помощью. Здесь работает более 400 квалифицированных врачей. Ежемесячно успешно обследуются более 30 тысяч пациентов. Клиника оказывает высокотехнологичные виды медицинской помощи. Доступен дневной и круглосуточный стационар. Врачи оказывают помощь в экстренной, неотложной и плановых формах. Диана Янтимирова, Универньюз. Победители и призеры Всероссийских олимпиад все чаще останавливают свой выбор на Казанском федеральном университете. Так и героиня нашего следующего сюжета – Ксения Волкова. Будучи победителем Всероссийской олимпиады по психологии, поступила в Институт психологии и образования КФО. Для школьников участие в олимпиадах открывает множество дверей. Победители и призеры получают привилегии при поступлении в ВУЗы. Ксения Волкова из Кирова с 8 класса увлекается психологией, и первое место во Всероссийской олимпиаде по этому предмету стало одним из поворотных моментов в ее жизни. Сейчас девушка учится на первом курсе Института психологии и образования КФУ. Узнала я КФУ от наших преподавателей. Они говорили перечень востребованных ВУЗов, и среди них был КФУ. Вообще ВУЗ активно развивается, и все чаще вижу его в рейтингах. В целом статус Института психологии и образования КФУ и самого ВУЗа значительно вырос за последние годы в рейтинге абитуриентов. Подразделение предлагает своим студентам активную научную, творческую и общественную жизнь. Я потихонечку втягиваюсь, осваиваюсь в новый город, деревню Универсиады. Потихоньку, потихоньку, и с каждым днем становится все интереснее, появляются новые знакомые. Действительно активно развивается университет. Видно, постоянно идет ремонт, все совершенствуется, и это не может не радовать. Диана Авакян, Ленартов Литьяров, Универниус. Друзья, мы напоминаем, что 27 сентября наш канал проведет кастинг. Подробности в нашем следующем сюжете. Для всех, кто с детства мечтал стоять перед камерой и стать частью большой и дружной команды. У вас есть уникальная возможность стать лицом студенческого телевидения Казанского федерального университета. Телеканал «Универс смотри» приглашает всех желающих на кастинг ведущих выпуска новостей. 28 сентября с 13 до 17.00 приходи по адресу улица профессора Нужина 1-37 и прояви свои таланты. У тебя еще есть время потренировать дикцию и блистать в эфире самого молодежного канала Казани. А теперь небольшой мастер-класс от одной из наших ведущих Ксюши Цзен. Казанский университет во все времена служил катализатором для кристаллизации выдающихся талантов. Александр Касимович Касимбек крался к китайско-манчжурским фантасмагорическим манускриптом, в то время как Карл Карлович Клаус, прочувствовавшись русской традицией, открывал рутений, нареченный в честь Родины. А позже тем же днем увенчивал обескураживающим прозвищем «великий химик» разнервничавшегося Александра Михайловича Бутлерова, который потом, будучи ректором, экстраординарным профессором и липидоптерологом, впервые синтезировал гексаметилентэтрамин и треоксиметилен, сгенерировав постулаты теории химического строения органических веществ. Полную версию этой скороговорки вы можете увидеть на нашем канале в YouTube или на официальном сайте КФУ. На этом у меня все. Встретимся совсем скоро, ведь мир немыслим без новостей. Будь в теме. Пока!